Ещё парочка неделей наступит календарная зима, и когда я был юнцом, зима у меня ассоциировалась не только со снегом, санками и каникулами, но и пиротехническими изделиями, которые часто, кроме радости и новых эмоций, приносили и кучу проблем, об одной из которых я сегодня вам и расскажу. Вообще, шутки с пиротехникой не лучшая затея, и я во многих роликах об этом упоминал, и на собственном примере рассказывал о ситуациях, которые случались конкретно со мной. Часто я стараюсь разбавлять видосы от весёлого к полезному, потому если вам интересно, я расскажу и о том, как бухвой сосед решил однажды на спор взорвать в руке петарду. Что осталось рукой и чем это всё закончилось, конечно же, я расскажу, учитывая вашу заинтересованность, а заинтересованность проявляется нажатием пальца вашего вверх. Короче, 10 тысяч лайков, и хоть завтра я публикую ролики об этом. Ну а моя взрывоопасная история началась ещё задолго до знакомства с китайской пиротехникой сомнительного характера. Мы пытались взрывать ну просто всё, что горело, но всё закончилось печально, когда меня ранило осколочной гранатой ручного производства. Ссылку на ролик я оставлю в описании. Но до того, как я прочувствовал на себе неприятные последствия пиротехнических изделий, практически каждую зиму мы, будучи школьниками, закупались петардами на сэкономленные деньги и развлекались как могли. Ставь лайк, если тоже экономил на обедах, чтобы купить палёных петард. В первое время в деревуку на базар местные барыги возили толковые петарды. Вот прям настолько охуенными они были, что разрывали пивную бутылку на изи. Мы с корешами делали самодельные самопалы, точнее, как бы это назвать, жалкая пародия. По типу трубки, привязанной к деревянной ручке, в дуло которой закидывали подожжённую петарду и получали пистолет. С холостым выстрелом. А барыги с каждым годом видели неимоверный спрос на петарды и за ту же цену качественных корсаров продавали нам менее качественные подделки, которые взрывались чуть ли не через одно. И бывало и такое, что разрывались прямо в руках, отчего был максимальный уровень опасения, что эта дешёвая хуйня вот-вот ебанёт в руках и сделает тебя инвалидом. Понятное дело, вместо того, чтобы покончить с этим грязным гельцем и обезопасить себя, мы старались переходить на иные подвиды пиротехнических изделий, которые на первый взгляд казались мне, по крайней мере, более убедительными по качеству изготовления, но то, что было дальше, это полный пи***ц. Дабы не пиарить этот вид пиротехники, я не буду называть конкретно используемую взрывчатку, но скажу вам, что ебашила она так знатно, что шарахалась полсела, когда на улицу выходили школьники. Первый случай был неподалёку местной парикмахерской, в тот день я лазил сам, поскольку никто на улицу не хотел идти взрывать мелкие петарды, а на запасы у меня было два, назовём его типа динамитом, и я как следует хотел учудить. Подошёл к заброшенному зданию и решил через форточку в окне закинуть этот динамит в здание, ведь когда бросаешь взрывчатку в пустое помещение, образуется нехуёвое эхо, которое радует не только тебя мощностью создаваемого звука, но и привлекает внимание окружающих. Но тут я маленько просчитался, поджигая фитиль и пытаясь с расстояния ну в метра два закинуть в окно этого здания этот мать его динамит, но случается неувязочка. Я слегка промахиваюсь и вместо того, чтобы закинуть динамит внутрь здания, я попадаю в ту самую форточку, и динамит падает между двух окон, прямо между защитной решёткой и стёклами. Я понимаю, что сейчас ебанёт не по-детски и вынесет просто в этом здании тупо всё окно, и несмотря на панику я включаю режим инкогнито, натягиваю шапку чуть ли не на глаза и бегу за это здание, чтобы спрятаться. Ха-ха-ха, вам не передать этот динамит как назло, сука, хуй был так, как никогда. Ха-ха-ха. У меня за углом этого здания было такое чувство, что взорвалось никак не петарда китайского производства увеличенных размеров, а какой-то, бля, газовый баллон. Посыпалось стекло, я в панике сижу за этим зданием, боюсь выйти, так как из парикмахерской повыбегали тётки, которые могли бы меня заметить. Я такой отсиживался до последнего, пока за угол этого здания не зашла тётенька и попалила меня на горячем. Бежал я в тот день с места происшествия как никогда, а до конца зимы ходил в старой куртке, чтобы не попалили местные, да и вообще в центр старался не соваться. Ха-ха-ха. Но, как вы понимаете, и это меня нихрена не научило, и со заручаткой я так и не попрощался. Да, следующая зима выдалась такой же снежной, как и предыдущая. Как раз закончились зимние каникулы, школьники прибабли, вместо мелких расходов на булочки и жвачки, деньги уходили на петарды. Ха-ха. И опять тот же динамит. Я отвожу брата в садик, и уже после того, как вышел прямо на территории детского сада, решил взорвать, сука, этот динамит. А принцип заключался в том, что это взрывоопасная. Шашка сначала раскручивалась на земле, а потом взлетала, и только после этого взрывалась в воздухе. И для того, чтобы запустить её правильно, нужна подготовленная поверхность, и достаточно большая площадь. Но я, как обычно, вытоптал площадку на снегу, черпнул спичкой и навтёк. Ха-ха-ха. Этот, сука, салют как назло. Раскручивается криво и летит прямо в огромное окно детского сада. Благо хотя бы в ту часть, где никогда не было детей. Разбивает огромное стекло, да ещё и взрывается внутри. Это пи***ц, ребята. Просто тотальный пи***ц. Я просто умолял директрису детского сада, чтобы она не доносила директору и не разглашала в школе. Я быстро смотался к деду домой, попросил его вырезать подходящее стекло, которое было у него в дежурной в котельне. И вот таким вот образом дед спас мою шкуру. И все как бы надеялись, что я урок усвоил. Вы, наверное, подумаете сейчас, что я вовсе безнадёжный. Отчасти это так и было. Но у меня есть всего одно соображение, почему именно так глупо и отчаянно я поступал. Скорее всего от того, что не понёс соответствующего наказания. И буквально до конца зимы этот случай замяли. И я опять притащил в школу динамит. За школу в этот роковой день со мной застремались идти даже самые отчаянные кореша нашего класса. Я, как обычно, в одиночку отправился удивлять всех ребят салютом. Но опять что-то пошло не так. Салют со снега взлетел не совсем ровно и расху**ло окно коридора на втором этаже. Само собой, со мной уже никто церемониться не стал и всё дошло до директора. Таскали меня тогда чуть ли не целый день. Хотели вызвать милицию, создать комиссию и наконец-то исключить меня со школы, как потенциально опасного. Но, несмотря на происходящее и предвзятые отношения ко мне, заставили откупить стекло и на этом дело замялось. Всё это я веду к тому, что эпоха моего обучения в школе показалась мне в какой-то степени более снисходительной в плане отношений к ученикам. Не приведи ситуации сейчас отворить что-то подобное. Уже давно бы записали в теористы. Но тогда, в силу отсутствия резонансных событий, в некоторых моментах было действительно проще и это не может не радовать. Ведь один такой глупый поступок может не то, чтобы жизнь сломать, но уж точно оставить неприятный след на всю школьную жизнь. Потому, прежде чем заводить дружбу со взрывоопасным, лучше десяток раз взвесить, чем опровенчиво поступить. А о взрывчатке я позабыл ровно после того случая, как парню разорвало руку петардой. Но это совсем другая история. Я обязательно её расскажу, если вы поддержите этот ролик лайком. Я понимаю, не хватит сотни случаев, оторванных пальцев и выбитых глаз, чтобы вразумить подростка, отказаться от опасного, в силу индивидуального характера каждого. Но, по крайней мере, на своём примере я доношу вам в уши то, насколько неприятные последствия могут ждать вас, если руководствоваться эмоциями, а не головой. И это лишь тот самый минимум, который может произойти. Ну что ж, ребята, теперь приступим к розыгрышу соток. Вставляем ссылочку на видос в наш рандомайзер Лиза Он Эйр. И получаем первого победителя Барта с комментарием ахахах. Так, сейчас мы ему отпишем. Получил сотку. Ахахах, повезло. Вот, пишем ему. Так. Братан, лови сотку. Вот так. Лови сотку. Так, обязательно оставляйте ссылочки на свои страницы ВКонтакте, потому что еще два человека с предыдущего ролика не получили свои сотки. Куда вы пропали? Пишите! Вернитесь в комментарии, отпишите, заберите сотку. Ё-моё, я еще типа в ролике должен просить, чтобы деньги забрали. Ну вообще, ну в натуре. Так, приступаем к следующему победителю. Это, 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 Чпоньк, Алмаз Самигилин. Я в видосе Растайна, а ты нет. Лови сотку, братишка, вот я тебе тоже отписываю, вот. Отвечай на комментарии и получай свой сотенчик. Третий победитель, господа, это Вадя. Вася, сотку мне дать. Вообще без базара, лови, братан. Что ж, а сегодня сигны получают Дмитрий Шупилов, Тарас Бурый и Рома Бурцев. Делай репост этого ролика по ссылочке в описании или просто так делай, короче, репост и получай сигны в следующем. Спасибо вам за внимание, господа. До скорого.